Есть некоторые переживания, да? А когда только вот приближается момент расставания, уже начинается. Расставание это уже апогей, я бы сказал. Итак, священники получили достаточно много, но этого показалось мало, потому что они получили еще кроме этого, юноша молодой ушел, который говорил о количестве городов, да? Расскажите ему, что на самом деле их было не три города, а 42. А? Нет, их было 48. Да, их было 48. Потому что кроме 42 городов для жительства, были еще даны 6 городов убежищ. Нужно будет прочитать число 35-ю главу с 1 по 8 стих. Там описываются все эти требования к этим городам, что им число 35-е с 1 по 8 стих. Значит, там написано, из городов, которые вы дадите левитам, будет 6 городов для убежища, в которых вы позволите убегать убийцей. Из сверху их дайте 42 города. Всех городов, которые вы должны дать левитам, будет 48 с полями при них. Кто ошибся? Нет, 42 – это правильная цифра. Плюс 6 городов и убежищ. Все понятно, да? 42 плюс 6. Чтобы не ошибились, написано 48. Причем, что опять, слава богу, что важно во всем этом? Они получили поля вокруг городов. Поля были шириной 1,2 километра. Было интересно о том, что земля, которую они получили, она была за пределами города. То есть, Бог брал на себя обязательство защищать своих служителей. Очень интересный момент, что земля была за пределами города, на которые должны они усилиться. Второй любопытный момент. Земля не принадлежала священникам, она оставалась в том колене, в котором предоставляла эту землю. То есть, она не являлась собственностью левитов. Они получали ее для жительства, но они не получали ее в собственность. Они не могли ее продать, передать и так дальше. Они могли только ей пользоваться. Следующий интересный момент во всем этом процессе. Она не была очень большой. Она позволяла вести хозяйство и обеспечивать нужды. Но не было такого размера, чтобы можно было вести успешный бизнес в сельскохозяйстве. То есть, 1,2 километра. Вот эта ширина поля. Достаточно небольшая. Понятно, да? Понятно, да? Окей. Это было не все обеспечение. Мы будем говорить еще о дополнительном обеспечении, которое имели. Часть второй десятины и часть третьей десятины. Понятно, да? Хотелось бы остановиться на том, что, когда мы говорим о десятине, мы говорим, как правило, о массе решен или первой десятине. Нужно понимать, что не все десять процентов есть масса решен или десятина ценов леви. Мысль не совсем простая. Объясню, в чем проблема. Это сколько процентов? Это сколько процентов? Ну, вот это может быть масса решен, а это может быть? Непонятно. Вот это может быть масса решен, то есть первая десятина или десятина левитов, десятина ценов леви. А вот это может и не быть. Десять процентов. От чего? От той же самой цифры. Ну, вот смотрите. Если я беру сто рублей и от ста рублей или ста гривен беру десять процентов, это десять гривен. Это масса решен, это десятина левитов? Понятно, да? Это может быть десятина левитов, и размер не изменится. Понятно, о чем идет речь? А размер не изменится, если это десятина левитов. Это будет десять процентов от суммы. Но если я ее дал не левиту, то это будет десятина левитов. То есть процент, он не поменяется. Десять гривен, он останется десятью гривенами. Ну, в одном случае, десять гривен будет десятина левитов, а в другом случае, десять гривен десятина левитов не будет. Понятно, о чем идет речь? Есть очень сложное выражение в книге Левит, в первой главе. Книга Левит, первая глава. Возвал Господь к Моисею и сказал ему, искини и собрание, говоря, «Объяви сыном Израилеву, скажи им, когда кто из вас захочет принести жертву Господу, то если из скота, принесите жертву вашу из скота крупного и мелкого. Если жертва его ездит все сожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужского повода без порока, пусть приведет ее к дворянским и собранию, чтобы приобрести ему благоволение перед Господом». Выражение очень сложное. Если жертва есть. Что-то сложное на самом деле. А если жертва не есть? Вопрос в чем? Если я брал бычка и вел его к дверям, скини и собранию. Это жертва. А если я беру не бычка, а корову и веду туда же? Это не жертва. Эта жертва не есть. Может, эта жертва для тебя. Может, ты оторвал ее от своего сердца. Может, ты плакал. Но это не есть жертва. Если я беру бычка и веду его не в скинь и собрание, а за угол, тоже не жертва. То есть, если эта жертва есть, то она должна соответствовать требованиям, которые предъявил Творец к этой жертве. Она должна быть мужского пола. Она должна быть без порога. Она должна быть приведена туда, куда он сказал. И если эти условия не соблюдается, извините, это ваша жертва. Извините, вы убили этого бычка. Но это не есть жертва всесожжения, которая предусмотрена была по закону Израиля Бога. Понятно, о чем я говорю? Десять гривен, они становятся десятью гривнами. И эти десять гривен, они могут быть десяти на леве. Но, извините, могут ими не быть. Когда они могут быть? Числа 18 глава. Когда вы принесете ее в храм и отдадите леве. Леве дадите леве. Лично им. Но вряд ли вы лично леве дадите. У него он уже давно. Но поскольку, извините, храма... А левиты получали эти десять процентов, простите, за что? За служение где? То, что вы приносите, является левицкой десятиной? Это десять процентов. От вашего дохода. Это хорошо. Но это не одно и то же, что десятина леве. Понятная мысль? Нет, послушайте. Ваши десятины – это отличная вещь. Мы сейчас не проводим этих параллелей. Пока мы говорим о том, что согласно закону, вы не принесли их в храм, вы не отдали их левитам, значит, это не может называться масса решон или десятина леве. Вы можете называть ее так, но, в общем-то, навряд ли она является такая по закону. Десятина общины. Все правильно. Сейчас мы не говорим о том, послушайте, огромная просьба, не делать никаких выводов. Сейчас не время делать выводы. Сейчас мы просто смотрим в закон. Мы не проводим никаких параллелей, не говорим никаких практических выводов. Мы не обсуждаем, что вы делаете на сегодняшний день и нужно это делать или нет. Я вам могу сразу сказать, что вы даете мало. Это нормально, расслабьтесь. То есть, когда вы поймете всю глубину этой проблемы, вы скажете, я, по-моему, маловато даю. Сейчас не идет вопрос, что надо давать меньше или надо давать больше. Сейчас не об этом вопрос. Послушайте, Израиль, он жил под законом. Бедные люди. Бедные люди. Поэтому приносили в среднем от 30 до 40 процентов. Как-то обратного отклика нет. Еще раз. Они же были бедные. Жили где? Под законом. Поэтому давали меньше вас? Они жили в Израиле. Вас познакомить? Вы поможете? Я вам дам в Израиле, евреев, которые будут... Я так и думал. Я так и думал. Так, я вам могу рассказать. Меня когда-то восхитило одно приглашение в Синогову Бродского в Киеве, где приглашались, в общем-то, на праздники. А на эти праздники, как правило, надо было давать бедных. И в приглашении было написано, что бедных мы обеспечим. То есть, Синогов брал на себя обязательство предоставить бедных, которым нужно будет дать деньги. Шикарно. Я считаю тоже очень хорошо. Очень правильно. А вдруг бы не было таких? Уже бы делали. Так что, если надо, мы можем познакомиться. И в Израиле, и с бедными. Какими хотите. Мы можем. Итак. Сорвался. Что сказал? Это уже между нами. Хорошо. Итак. Понятно? Пока я просто объясняю, что такое жертва есть. Или десятина есть. Есть большое искушение сказать, что то, что я делаю, это вот это. Но если это вот это, то оно должно соответствовать тому, что написано в законе. А если оно не соответствует тому, что написано в законе, то это, извините, не это. Понятно, да? Все понятно? Итак, бедный Израиль приносил от 30 до 40 процентов своего дохода и посвящал их Господу. Они жили под законами. Мы живем все под благодатью, поэтому должны приносить меньше или больше? Не все так. Больше? Трудно. Я понимаю, трудно выговорить это слово. Чудо даяния Нового Завета заключается вот в чем. Ко всем. Что случилось? Не туда и не туда. Кесарю надо отдать к шоу? А Богу? А это то, что у нас кесарь заберет, да, я знаю. Итак, мы сейчас не обсуждаем налоговую систему нашей страны, я просто шутя показываю вам некоторые вещи и предупреждаю о том, на всякий случай, что я не буду вас учить тому, что десятину приносить в общину не надо. Понятно, да? Нету ни тех, ни других, а надо. Послушайте, мои хорошие, концепция, концепция даяния, концепция даяния, принятая вами, мягко говоря, немного отличается от концепции даяния, которую вы можете встретить в Писании. Помнится мне, когда-то в этом классе я начал давать характеристики жертв, приносимых язычниками. И тогда аудитория отвечала мне периодически аминь. Я забыл их предупредить о том, что я даю характеристики языческих жертв, приношения. Я не специально, честное слово. Но, честно говоря, когда я понял, что они не поняли, о чем идет речь, я дальше тихо, конечно, получал удовольствие. Грешен, каюсь, ну, было приятно. Когда аудитория, не понимая, на что они говорят аминь, я говорила аминь. Потом я им сказал, на что они говорили аминь. Все были, по-моему, немножко удивлены. Так вот, проблема заключается в том, что концепт жертвы у язычников – это концепция расставания, потери. Язычники, когда отдают, они понимают, что они это, извините, теряют. Отдали, они попали в службу. Причем жертвы, они такие же сложные. Проблема, жертва – это всегда риск. Возьмут или нет? Жую можно отдать, обратно уже не получишь, а при этом ее еще не взяли. Это понятно, да? То есть, то, что я вам говорил, вы когда туда положили, уже обратно никто не даст. Да? Не факт, что он примет. Короче, денег из ящика обратно не получите. Денег обратно из ящика никто не даст. Ну, во-первых, никто не знает, сколько вы положили. Если вы придете и скажете, я положил туда 100 долларов, отдайте мне, они откроют, а там 100 долларов нет. Дальше вариация на тему понятно, да? И почему вам должны поверить, что вы положили туда именно 100? Ну и так дальше. Положили, прослезились и ушли. Не забыли. Ну, это правильный подход. Я понимаю, кошмары могут ночью сниться. Вы должны быть в курсе. Это подход языческий. Проблема заключается в ниже следующем, что евреи, у них же все было не как у людей. Они, когда приносили деньги Богу, они на самом деле не давали их, а брали. Согласен. То есть, ну, действие выглядело нормально. Давайте посмотрим. Вот на самом деле, что я только что сделал. Если бы он был Богом, а я бы пришел к нему и... Что я сделал? На самом деле, я взял. Я не дал, я взял. Еще раз медленно показываю. Верите, у меня еще есть гриба? Еще раз, только медленно. Что я сделал? Я взял. Показываю еще раз. Грибна, у меня еще есть. Еще раз, только медленно. Я взял. Язычники как раз дают. А евреи, когда они совершают вот это действие... Верите, у меня еще гривна есть. Они что делают? Берут. У меня еще гривна есть. Вы специально разменяли? Нет. Объясняю еще раз. Верите, у меня еще гривна есть. Еще раз. Работает не по отношению к мужу, работает по отношению к Богу. Объясняю еще раз. Я беру. Я не у него беру. Я, когда даю Богу, на самом деле, я приобретаю... Послушайте, скажите мне, пожалуйста, что сказал Ешуа? Нет, еще он кое-что говорил. Собирайте себе сокровища. Где? Я кому собирал? Себе. Так я что делал? Давал или брал для себя? Если я... Я не покупал места, я собирал сокровища. Еще раз. Я сокровища собирал для себя там. Но мне сказано собирать себе сокровища на небеса. Спасибо. Я себе собирал. Я собирал не Васе, не Пете, не Коле, не Мане. Я собирал себе сокровища на небеса. Так когда я ложил это все здесь, то на самом деле я получаю все... Правильно, вы правильно поняли. Там есть сокровища. Я вам объясню, зачем вам эти сокровища. Проблема заключается в ниже следующем. Это вы так считаете. Давайте мы немного послушаем здесь. Будет? Потом мы послушаем вас. Начнем отсюда. Еще раз. Я предупреждал на первом уроке. Деньги имеют вечную природу или временную? Временную. Они постоянно сопровождают нас, пока мы будем на этой земле. Но они не имеют вечной природы. И когда вы придете туда, на небо, у вас денег, извините, не будет. Вы слышали этот анекдот про хорошего, доброго человека, который много... Нет. Ну, специально для вас. Когда один человек пришел к воротам ра, его встречало просто у Петра с ключами, и его не хотел пускать. Он спросил его, как его зовут. Он сказал, Иванов, Иван Иванович. Он говорит, вы извините, у вас в списке нет. И тогда он начал как бы объяснять апостолу Петру, что он регулярно помогал священнослужителям, регулярно занесил деньги. Говорит, да, тут все написано. Но, говорит, вас извините, у вас в твоем списке нет. Тогда он как бы начал нервничать, объяснять, что он купил землю под монастырь. Потом он объяснил, что он построил этот монастырь вообще на свои деньги. Потом он объяснил, что, мало того, он главный колокол на монастыре вообще из золота. Ну, и понятно, что человек понимал, что решается его судьба. И, в общем-то, он достаточно много для того, чтобы его судьба решилась положительной. И он начинал, ну, потихоньку нервничать. Ну, и апостол Петр ему сказал, он говорит, вы не нервничайте, успокойтесь. Сейчас мы все порешаем. Говорит, не переживайте. Ну, и ушел, через некоторое время вернулся. И успокоил человек, говорит, вы не переживайте, мы вам деньги вернем. Понятно, да? То есть, там денег не будет. Деньги заканчиваются здесь, на этой земле. О чем мы говорим? Но, несмотря на то, что там денег не будет, мы призваны к наследству. И у этого наследства есть определенные качества. Скажем так, у него есть определенные качества. Что оно нетленное, чистое, неувидаемое, хранящееся на небесах. Для меня. Для меня. Я про свое наследство. Оно хранится там. Для меня. Окей? Значит, есть некоторое наследие, которое хранится для меня. И у этого наследства есть определенные качества. Хорошее, прекрасное качество. И что он говорит? Собирайте себе, что? Сокровища на небесах. Причем он предупреждает. Ребята, говорит, есть одна определенная проблема. Где сердце ваше? Вы поняли, что это не материальные активы. Кстати, собирать себе сокровища на небесах можно не только при помощи денег, можно еще при помощи митцвы или добрых дел. Считается и то, и то. Но проблема заключается вот в чем. Скажите мне, пожалуйста, я открою для вас секреты. Я был коллекционером. Я собирал не только марки, и не только в детстве. Я вам могу сказать, что я собирал даже конверты, прошедшие почту. Хорошее, что вы изучали, когда договорились, вы понимаете, в чем дело? У меня была коллекция конвертов, прошедших почту, с автографами, в общем-то, людей, которые имели отношение к некоторым событиям. К примеру, я собирал коллекцию Аполлона. И у меня есть конверты, прошедшие почту со всех станций слежения программы Аполлон, 15 и 16. С автографами директоров станций слежения, которые отправлялись во время действия программы Аполлон, с марками, соответствующими программе, и гасили штемпелями, которые соответствовали той программе, которая была. Это хороший уровень коллекционирования марок, поверьте мне. Вопрос не в этом. Я был коллекционер. Сейчас я не собирал. Я уже давно это оставил. Так вот о чем? Процесс собирания был связан с некоторыми вещами. Кто-то из вас собирал что-нибудь? Есть. Буквально пару человек есть, которые собирали. Первое, что вы делали, вы себе отказывали. Вы ничего не собирали. А сокровище на небеса? Итак, процесс собирания связан с процессом чего? Отказа. Причем, кто вас заставлял отказывать себе в чем-то? Сами. Чем больше было желание собрать, тем больше вы себе... Смотрите, вот тайна собирания. Правильное собирание. Вас никто не заставлял. Но вы сами себя ограничивали в чем-то, чтобы достигать конечной цели. А когда вы собирали, вы точно знали, чего вам не хватает для полного счастья? Да. Вы знали, сколько вы уже собрали и сколько вам еще предстоит собрать. И что вам это будет стоить? Вы тоже были в курсе. Дальше. И это еще не все. Вы периодически брали свою коллекцию. Подождите, вы же не их забирали. Я забирала, я забыла. Все, да, все нормально. Коллекция была, все хорошо. Так, все, уже она в наших рядах. Все хорошо. Она уже тоже, как царь Кощей над златом чахлом. Она уже тоже перебирала все это дело. Она уже тоже радовалась. Было? Собирали. Показывали другим. Кто уже нашел горазбов? Даже если вы никому не показывали. Если вы хранили в тайне. Вы сами это все. Кто собирал деньги? Пересчитывали. Пересчитывали? Пересчитывали. Слушайте, не закрывайте глаза. Это не стыдно. Вы это делали. При этом знали, сколько, но все равно. Вот, собрался. Слушайте, собиратели, да? И знали, сколько еще не хватает. Знали? Для достижения цели. Да, для достижения цели. Знали, сколько не хватает. Вам что сказали? Собирать себе сокровища на небесах. Пересчитать нельзя. Послушайте, вы не считали на самом деле? Тогда у меня вопрос. А собирали ли? Вам сказали собирать? А процесс собирания как происходил? Через ограничения. Вопрос не в том, что вам придется сделать в прошлом. Вопрос в том, как вам нужно осмыслить будущее. Вы мечтали о том моменте, когда закончится процесс собирания, и вы вступите во владение. Процесс собирания не только ограничения, не только пересчет, но еще и мечтание. Мечтали? И еще он говорит, собирайте себе. Ребята, ничего не поменялось. Собирайте кому? Себе, родные, собирайте. Вы для начала услышите центральную мысль. Послушайте, процесс собирания неразрывно связан с мечтанием. И он говорит, где ваше сердце, там будете и вы. Вы не поняли центральной мысли. Вы не мечтаете о Царстве Небесном. Вы не мечтаете о том наследии, которое вы собираете. Но вы там будете? Послушайте, любой человек, собирающий, ожидающий наследство, мечтает о том, что будет, когда он вступит в это наследство. Человек, ожидающий наследие, он ждет его и думает о том, что он будет делать, когда он войдет в это наследство. Как он будет распоряжаться этим, как он будет жить. Его мечты связаны с его наследством. И что он говорит? Послушайте, если вы собираете себя сокровище на небе, то вам ваше сердце будет где? Ваши мечты будут где? На небе. И вы собираете это все? Вы не поверите. Для себя. Это серьезные вещи. И поэтому евреи, когда делали митцву, они говорили, это то, что я делаю для себя. И это то, что у меня никто не отнимет. Это то, что у меня никто не отнимет. По-моему, урок фермера когда-то спросили, сколько ты имеешь. И он пошел, взял с полки книжку. И его помощник говорит, вы взяли книжку своих пожертвований, своих даяний. Говорит, это по-настоящему то, что я имею, то, что меня никто не отнимет. Это по-настоящему то, что я имею, и у меня это уже никто. Потому что там сказано, ни разбойники, ни ржа, ничто не испортит это. Это то, что вы приобрели для себя. Поэтому человек, когда он приходил и ложил туда что-то, он по-настоящему это приобретал для себя. Когда Авраам пришел на гору Мария и был готов принести в жертву своего единственного сына, он потерял или приобрел? Когда Мария отвела своего сына в храм и оставила его там, она потеряла? То, что вы отдали Богу, то вы по-настоящему приобрели для себя. Вопрос даяния Творцу, это вопрос не расставания, а приобретения. Когда ко мне приходят и спрашивают, послушай, мне нужно платить десятину до уплаты всех налогов или после. Я говорю, а себе ты с большей части возьмешь или с меньшей десятину? Себе ты возьмешь с какой части, с большей или с меньшей? С большей? Что, серьезно? Слушай, как люди быстро разбираются, с чего надо давать. Вопрос был поставлен, не мной. Правильно. Вопрос был поставлен, не мной. Еще раз. Мы даем или берем? Ну, на самом деле, в большей части, извините, друзья мои, я лично все же даю. Когда я размышляю, я начинаю брать. Когда я размышляю, я начинаю мечтать. Но если я это делаю механически, то я, извините, расстаюсь со своими деньгами. И что, он мне говорит, тебе не надо расставаться с ними, тебе надо над этим размышлять. Тебе надо мечтать. И это даст тебе силы жить здесь. Мечтание о небе дает силы жить на земле. Если я не мечтаю о небе, послушайте, я несчастный человек. Я несчастный человек, если я не мечтаю о небе. Потому что я призван к вечности. Мой дом на небесах. И я должен думать о нем. И поэтому для нас сказано, ищите прежде Царство Небесное, и правда его. И все остальное не прикладывается, потому что иногда не к чему прилагать. Понятно, о чем мы говорим? Даяние в Израиле, оно строилось принципиально на другой платформе. Оно строилось не на платформе того, что меня кто-то отберет. Не на платформе того, куда он эти деньги делал. Какая мне разница? Я себе собрал. И то, что он неправильно их расходует, у меня меньше стало. На тебе еще 10 рублей, потратить их неправильно. У меня стало лучше. Послушайте, мои хорошие. Израиль, который сделал золотого тельца, он потерял еще на этом деньги? Потерял? Прилично. Говорят, размер был достойный. Я могу вам сказать, но вам это не понравится. Они его растолкли, и потом тех, которые приносили, заставили это выпить. И потом от этого напитка некоторые умерли. Его не переплавили, и не сделали ничего хорошего с ним. Они его, извините, потеряли. Тут были чистые убытки. Итак, бедный Израиль, который обнищал на приличный кусок золота. Ему приходят и говорят, неплохо построить стену в мешках. Те, кто, собственно говоря, хочет, ну, мудрое сердце. Это у тех, у которых сердце какое? Мудро. Те, говорят, могут принести. Все, что надо. Перечень прилагался. И что бедные евреи начали делать? Нести. Ну, как останавливали? Останавливали один раз. Просто приказали. Но те мужики, которые вот это все принимали, пришли к Моисею. Говорят, слушай, Маша, тут такое дело уже есть вот так. Все, что надо, уже принесли. Говорят, беда в том, что продолжает нести. Они были мудрые, чем сердце. И говорят, прикажи этим ребятам, чтобы они перестали. И Моисей сказал, говорит, так, приказываю. Не несите больше. Уже достаточно. Честно говоря, я не встречал и даже не слышал ни одной общины или церкви в мире, в которой бы пастырь вышел и сказал, что пацаны, больше не приносите. Уже некуда складывать то, что вы приносите. Но я не встречал. Может, это потому, что не мудрое сердце? Когда Давид, когда Давид собирал на храм. Давид собирал на храм? Собрал все, что надо. И Соломону передал. А когда он передавал Соломону, он говорит, слушайте, я вообще собрал все и для всего. Но у меня есть еще одна идея. Знаете, какая идея? Они пожертвуют мне еще немного сверху. Ну, я хочу просто пожертвовать еще, говорит, по любви. Не просто так, а вот по любви. Вот из любви. Я хочу пожертвовать еще. Ну, мог Давид это сделать? Мог. Мог. В общем-то, Давид это взял. Пожертвовал немного. 3000 талантов золота. Талант сколько у нас? Под 30 килограмм, да? 26 килограмм. 26 килограмм золота. Умножьте на 3000. Он умел. Вы не поверите, он был не бедным. Он был не бедным царем. Прочитайте, пожалуйста. Послушайте. И потом еще немного, он говорит, и серебра дам еще. И дал серебра. Нормально? После этого он спросил, слушайте. А никто не хочет больше. Говорит, желающие еще есть? Вы не поверите. Нашлись. И то, что они собрали, было еще больше, чем дал Давид. Говорит, ну это так, чтобы стены выложить золото. Ну, что бы стены золотом не выложить? Ему же надо было куда-то уже, извините, девать. И вы знаете, Давид вообще, глядя на все это дело, он, наверное, грустил, да? Радовался. И народ, говорит, тоже, что? Радовался. И говорит, Бог, кто мы такие, что мы могли жертвовать тебе? Он спрашивал, послушай, кто мы, что мы можем себе дать? Тебе принести и что-то сделать. Говорит, кто мы такие, что мы можем так жертвовать? На сегодняшний день тут от меня все зависит. Если я не дам церковь, то у нее не будет. И меня еще надо уговаривать на служение, чтобы я именно дал. Смотивируй. Потому что если плохая мотивация, то могу и не дать. Это правда, но это грех. Такая правда называется грехом. Это правда. Просто люди не собирают себе сокровища. Они не мечтают об этом. Они не думают об этом. Извините. И могут быть сильно разочарованы, когда они туда попадут. Понятно? Ну, вот с этими приятными размышлениями мы расстанемся с вами. Потом мы продолжим. Поехали. Спасибо.